Всем привет! С вами Ян Матвеев и передача «Военное положение». Зеленский приехал в Авдеевку, а большой десантный корабль был уничтожен в Феодосии. Сегодня подведем итог событиям на линии фронта, покажу все места российских атак, а также оценим потери и другие важные события. Давайте начинать! Начну с обзора событий на войне и в последний раз в этом году пройдемся по всей линии фронта. Начнем с севера. На Луганском фронте, несмотря на все российские атаки в районе Синьковки, в сторону Купенска, а также на других участках никаких изменений нет. Пропаганда любит рассказывать об успешных боях и о Купенске, которые вот-вот еще немного возьмут и так буквально целый год. Дальше район Кременной. Здесь ВСУ обороняются возле Торского и на позициях в лесу, в районе Дебровой. Недавно проходили бои в районе Тернов. Мы публиковали оттуда кадры, с уничтоженными шведскими леопардами и БМП, стоящими на вооружении ВСУ. Есть ли какое-то продвижение? Нет. Идем на юг, к Бахмуту. Там за последнее время, не только за эту неделю конкретно, российские войска смогли добиться некоторых успехов и продвинуться на запад, особенно в районе Хромового. Село может быть уже под их контролем. Идет наступление на Ивановское, а также попытки обойти Клещевку и занять ключевую высоту. ВСУ обороняются, сохраняют важные укрепрайоны, однако понемногу уступают территорию здесь. Главным сражением остается битва за Авдеевку. И тут в последнее время небольшое такое затишье. Такое, что даже Зеленский приехал. Бажаю здоровья, шановные украинцы и украинцы. Авдеевка – наши позиції, наши хлопцы. Украина тут защищает свои и защищает весь наш народ, как и на всей линейной передовой. Донеччина, Харківщина, Запорожье, Херсонщина, Левый берег. Это тяжело, это боль, это втраты. И это люди, которые на себе держат жизнь Украины. Это было очень близко к линии фронта. Могли достать даже из миномета. Давайте посмотрим на карту. Основные атаки путинских частей все также следуют по флангам. Особенно серьезные в районе Степового и чуть южнее, рядом с Коксахимом. Естественно, продолжаются и обстрелы. Много внимания привлекала на этой неделе Марьенко. Российские военные дошли до географической границы города, которого уже не существует, и объявили о захвате. У нас в ходе активных наступательных действий, штурмовые отряды на трёхке «Южная» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьенко. Это 5 км юго-западнее Донецка. Это все раструбило пропаганду, конечно. Фактически, да. Теперь Марьенко официально захвачена и находится под контролем российских военных. Это признал и заложенный на пресс-конференции. Он заявил, что ВСУ заняли позиции западнее. Но насколько это важно? Вот, пожалуйста, вам карта атак и линии фронта на этой неделе. А вот та же самая карта, но целый месяц назад. За месяц продвижение на километр примерно. Города там уже нет, просто поле развален. Каких-то ключевых позиций укрепленных районов тоже. Фронт не прорван, ВСУ не отступают в панике. Так что ожидать дальнейшего заметного продвижения путинских частей от Марьинки на запад нет особого смысла. Это лишь пропагандистская победа, чтобы ходить и всем рассказывать, какие они герои захватили целый город. Как они говорят, освободили. От людей, от зданий, от жизни. Превратив Марьинку вот в такие вот мертвые руины. Переходим дальше. В районе Новомихайловки разворачивается важное сражение за большой участок фронта от все той же Марьинки до Углидара. Новомихайловку активно бомбят и обстреливают, но российские колонны натыкаются все равно на ожесточенное сопротивление. К поселку уже проложена целая дорога смерти, заваленная обломками российской техники. Двигаемся на запад по Запорожскому фронту и тут нас интересует район Работино, конечно. Российские части хотят ликвидировать этот выступ и контратакуют в северном направлении. Активно бомбят позиции ВСУ, время от времени подбивают технику. Движение фронта тут особо не видно, но участок очень горячий, идут серьезные бои. Именно из этого района пришло видео с очередным военным преступлением. Российские солдаты расстреляли троих украинских военнопленных, стоящих на коленях. Видео мы вам не можем показать из-за ограничений Ютуба, но там все однозначно видно, что пленные не оказывали никакого сопротивления, но были убиты. И последняя карта на сегодня район Крынок. ВСУ все также удерживают плацдарм и снабжают левый берег с помощью легких моторных лодок. Российские военные пока оставили попытки взять эти позиции штурмом, но давление продолжается. Особенно много обстрелов. Вот есть кадры с воздуха, просто оцените количество сброшенных авиабомб, это такие крупные воронки и потраченных снарядов. Это все остальные воронки. Но все это, даже вот такие плотные обстрелы, не останавливают ВСУ. Они с левого берега не уходят, отвлекая на себя существенные российские силы. Главным событием недели стала атака большого десантного корабля черноморского флота Новочеркасск. Ночью 26 декабря по нему ударили ракеты Storm Shadow, запущенные с украинских бомбардировщиков Су-24. На корабле, стоящем в порту Феодосии, начался пожар, а затем взорвался груз. Несмотря на заверения Минобороны и официальных СМИ, Новороссийск не был поврежден, он был уничтожен. Это предельно четко видно по фото с места событий. Крупные куски обшивки буквально разбросало по всей Феодосии. Кроме того, от мощного взрыва была повреждена инфраструктура порта и затонуло еще одно судно. Учебное УТС-150. Вот так вот оно выглядит. БТК Новочеркасск перевозил боеприпасы. Версии разные, от дронов-шахет до снарядов для артиллерии или ракет Onyx. Однозначно взорвался именно груз, который возили на корабле, скорее всего, как раз для безопасности, чтобы он не рванул прямо на Крымском мосту, например. ВСУ вычислили это и нанесли удар. Естественно, вся информация о погибших замалчивается. О погибших много. Вы не смотрите, что корабль стоял в порту. Большая часть команды обязана была находиться на его борту. Кто-то нес вахту, кто-то спал в ожидании вахты, другие занимались разгрузкой, возможно. Телеграм-каналы писали о 33 погибших и 23 раненых. Эти цифры звучат вполне объективно. Более того, пишут, что на корабле находились и солдаты-срочники, ну или матросы-срочники. Хотя, конечно, российские военные все отрицают. Вероятнее всего, как и в случае с крейсером Москва, родственникам погибших придется выяснять правду только через суд. По самым скромным оценкам, в этом году российская армия потеряла погибшими 25 тысяч человек. Именно столько имен удалось установить журналистам по некрологам и осмотрам кладбищ. Не все имена погибших получается найти сразу. Ожидается, что их число вырастет на треть, приблизительно до 32 тысяч. С учетом того, что имена половины погибших нигде не появляются, получается около 60 тысяч погибших с российской стороны. И это только в 23 году. Суммарно же с начала вторжения их уже около 100 тысяч. Среди погибших больше всего жителей Краснодарского края, Свердловской, Челябинской и Московской областей, а также Башкирии и Бурятии. Кроме погибших, у любой армии есть потери ранеными и пленными. С ранеными все понятно, их направляют на лечение в госпиталь, затем выносят решение, могут ли они вернуться на службу. Ну а вот ситуация с пленными зашла в тупик. Украинская страна говорит, что последний обмен был 7 августа, то есть почти 5 месяцев назад. Причины этого не ясны. Обмен пленных всегда положительно воспринимают и военные, и гражданские. Какой-то явной причины не обмениваться пленными сейчас не существует, но обмены не происходят. Немного поговорим о потерях техники. За 674 дня войны российская армия потеряла 2605 танков и 4742 бронированные машины, в том числе БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 974 артиллерийских орудий САУ, а также 330 реактивных систем залпового огня. Сбиты 99 самолетов и 134 вертолета. Уралвагонзавод завершил поставку танков Т-90М и Т-72Б3М в российскую армию по контрактам этого года. Новые танки регулярно заметны на фронте, поэтому нет оснований не доверять в целом такому сообщению. При этом даже новые танки по-прежнему являются очень уязвимыми перед дронами. Крупные потери были под Углидаром и Авдеевкой, когда российские войска наступали колоннами, но большая часть потерь это удары по одиночным танкам, которые используются как самоходные орудия. Объединенная авиастроительная корпорация российская также заявила о выполнении гособронозаказа. В том числе были поставлены все истребители пятого поколения Су-57. Их собирают на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Периодически появляются сообщения об использовании этих самолетов на фронте, но, как ни странно, за два года ни одного подтверждения опубликовано не было. Так что мы в это скорее не верим. Что касается украинской армии, то к 30 декабря потеряны 719 танков и 1730 бронированных машин. Уничтожены 440 артиллерийских установок и 52 системы залпового огня. Подтверждены потери 77 самолетов и 36 вертолетов. По просьбе нашего подписчика на патреоне мы отдельно посчитали потери западной техники, которая была поставлена в СУ. Они составили 33 танка, 501 боевую машину и 174 артиллерийских установки. То есть каждый 22 танк, одна из трех боевых машин и две из пяти артиллерийских установки. Здесь ничего удивительного. Вся помощь изначально складывалась, собственно, из боевых машин и артиллерии. Танки появились лишь ближе к этому лету в весьма ограниченном количестве. При этом непонятно, будут ли еще поставки танков. Соединенные Штаты явно не хотят отправлять много абрамсов, ну пока об этом ничего не говорят. А в Европе танков осталось действительно не так много. Перед Новым годом был объявлен только один пакет помощи от США на 250 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы, в том числе для средств ПВО. И это, конечно, очень вовремя. Буквально вчера произошла массовая атака ракетами по украинской территории. Взрывы прозвучали во Львове, Одессе, Харькове, Запорожье, Днепре, Киеве, конечно, и других городах. Было запущено свыше 100 ракет и около 40 дронов. Ранения получили больше 150 человек, погибли больше 30. Тот точные данные еще не до конца известны. Продолжаются разборы завалов, больше всего погибших в Киеве и Запорожье 11,9 человек. В Днепре ракета попала в роддом, который загорелся. Но, судя по всему, оттуда всех эвакуировали и никто не пострадал. Возможно, после этого обстрела у Украины поставят еще несколько комплексов ПВО. У России еще много ракет, так что это точно была не последняя крупная атака. Пока звезды спасают свои задницы от последствий полуголой вечеринки, жены мобилизованных борются за возвращение своих мужей с фронта. Они намерены идти даже в Конституционный суд, чтобы отстаивать права военнослужащих. Родственники считают, что объявленная Путиным бессрочная мобилизация незаконна, так как на момент указа ни в России, ни на оккупированных территориях не было введено военного положения. Этот указ, который, к слову, до сих пор действует, противоречит Конституции и федеральным законам и фактически приравнивает мобилизованных контрактникам. Ну и, видимо, чтобы как-то восполнить недостаток живой силы на фронте, власти порой идут на крайние меры. К работе на оккупированных территориях привлекают даже вот Деда Мороза. В составе Российской Федерации появились новые регионы. Планируешь ли ты их посетить? Я навещу и Луганскую, и Донецкую республику, и Херсонскую, и Запорожскую. И все от меня старика получат гостинца. Сразу видно, что этот Дед Мороз не настоящий. Желания детей он не исполняет, слушает только злых взрослых. Да и к тому же совершенно непонятно, перед кем он собрался выступать. От освобожденных Путиным городов почти ничего не осталось. Мы видели сегодня разваленные Маринки. Думаю, дети, которые вынуждены там выживать, желают только одного, чтобы их дома перестали обстреливать. Хочется верить, что в новом году все будет хорошо, война закончится, а политзаключенные выйдут на свободу. На неделе в их список добавилось еще одно имя. Так называемый суд приговорил Ксению Фадееву, бывшего координатора Томского штаба Навального, к 9 годам лишения свободы. Обвинение запрашивало 10 лет и 6 месяцев. Помимо чудовищного приговора, судья сделал так, чтобы процесс был настоящей пыткой. Заседания длились с утра и до поздней ночи, по 12 часов. И Ксения не могла даже поесть и попить в это время. Заканчивается 23 год и, наверное, стоит подвести некоторые итоги того, что произошло на войне. Не хочу перечислять события, все в таком духе, как все делают. Давайте лучше обсудим ключевые моменты, влияющие на ход военных действий, которые явно проявили себя и будут определять дальнейшие события уже в следующем году. Самое главное – это победа обороны над атакой. Зимнее наступление российской армии провалилось. Его апофеоз – это разгром под Углидаром. Летнее контрнаступление Украины тоже не достигло своих целей. Прорвать фронт не удалось, потеряно много техники. Осеннее наступление путинских частей под Авдеевкой и на других участках – снова неудача и крупные потери. И только Пригожин показал, как вскрывать плотную оборону. Но такой способ, мягко говоря, подойдет не всем. Да и взятие Бахмута ценой гибели нескольких десятков тысяч солдат обернулось самой настоящей пировой победой. Как мы видим, позиции и поныне там, а убитых и потраченные ресурсы никто не вернет. Тотальное превосходство обороны над атакой сформировало тот самый тупик на фронте, который делает любое масштабное движение вперед неоправданно дорогостоящим для обеих армий. Главный элемент обороны сейчас – беспилотники. В 23-м обе армии максимально насытили передовую малой авиацией. Началась полноценная война дронов. Они обеспечивают тотальную разведку. Сложно стало не просто атаковать колонны танков и БМП, а даже собрать эту колонну для атаки. Ее тут же заметят – обстреляют артиллерией. Находят технику, машины, места расположения личного состава даже в глубоком тылу за 30-50 километров от фронта. FPV-дроны и беспилотники со сбрасываемыми бомбами кошмарят в прифронтовой зоне все, до чего могут дотянуться. Их настолько много, что операторам иногда приходится с раннего утра занимать радиочастоту для канала управления. Теперь FPV охотятся не только за танками и машинами, но даже за отдельными солдатами. Все это приводит к тупиковой ситуации. Только высунешься – может прилететь дрон. Можно успешно штурмануть посадку, занять укреп, а потом противник пришлет десяток дронов и просто уничтожит, убьет все отделение пехоты прямо там же, в окопе, этими дронами. Сейчас и Россия, и Украина активно разрабатывают и внедряют в свои системы РЭП малого размера, чтобы защитить технику и личный состав. Та армия, которая быстрее сможет создать хорошо работающие прототипы, выведет производство на необходимые масштабы – это, наверное, сотни комплектов в месяц, если не тысячи. Та армия и получит решающее преимущество. А пока снаряд имеет неоспоримое тотальное преимущество над броней в этом смысле. И никакие мангалы от юрких FPV-дронов не спасают. Но вернемся к обсуждению обороны. Три других фактора, работающие в пользу обороняющихся – это высокоточная артиллерия, противотанковые средства и, конечно, минные поля. Они дешевые, простые в установке, но делают главное – сильно замедляют атакующих. После чего те попадают под огонь дронов, артиллерии, ПТРК. В случае российской армии – также под огонь авиации. В таких условиях всерьез стал вопрос о войне на истощение. Путин верит, что может победить в такой войне. И на первый взгляд это так. Судите сами. ВПК производит танки, бронемашины, самолеты, артиллерию. Да, не так много, чтобы быстро насытить всю армию, но производит. Потенциальных призывников у Путина тоже больше. Деньги не заканчиваются. А Украина, наоборот, имеет серьезные проблемы с западной поддержкой уже сейчас. Но есть и другие факторы. Для начала – тактика российского командования. Конечно, они получили за год несколько сотен новых танков. Ну а сколько потом оставили на поле боя в бесплотных атаках. Когда Шойгу и Герасимов чувствуют, что накопили достаточно сил, то сразу бросают их в бой. Результат – значительные потери и растрата всего накопленного. Второй фактор – качественное превосходство ВСУ. Летом 2023 года его не хватило для прорыва фронта, но с тех пор они получили новые ракеты, скоро будет авиация, растет и уровень подготовки. Не исключено, что наступление в следующем году будет куда опаснее для армии Шойгу. Что касается личного состава, мы уже видим напряжение касательно мобилизованных, которых требуют вернуть домой. А ведь есть еще и гробы. Тысячи погибших каждый месяц отправляются домой, а еще тысячи остаются брошенными телами на поле боя. Рано или поздно все это приведет к нарастанию недовольства. В Украине тоже, но там есть мотивация – защита своей страны. А в России война, несмотря на все старания пропаганды, так и не стала народной. Это показывает и новая тактика сбора новобранцев. Вторую волну мобилизации проводить не стали, заманивают на фронт деньгами. Причем даже набирая кого попало, в основном людей с проблемами в жизни – должников, судимых, безработных – и собрать искомые 400 тысяч за год не смогли. Не так уж и горят все желанием идти умирать за Путина, даже за большие зарплаты в 200 и больше тысяч в месяц. Но есть проблемы с новобранцами и в Украине, что совершенно логично, а в стране в принципе более ограниченное количество мужчин. К тому же многие уехали за границу, когда бежали от войны. А пополнять армию нужно, и поэтому власти вводят жестокие меры мобилизации. Ничего хорошего в этом, конечно же, нет. Между российской мобилизацией и украинской только одна разница. Для Украины она вынужденная. Путин может прекратить войну без единого выстрела, просто приказав и выведя войска с территории чужой страны. Зеленский так не может. Чтобы даже просто сохранить то, что есть сейчас, украинцам приходится обороняться и проливать кровь каждый день. Спасибо вам, что смотрели нашу передачу в этом году. Это были очень непростые 12 месяцев, но я благодарен всем и зрителям, и коллегам, и просто неравнодушным людям за то, что не отчаялись. Ну а было на самом деле отчего? Вообще чуть ли не каждое второе событие в этом году могло вызвать глубокое разочарование. Но, как говорил Черчилль, единственное, что имеет значение, это мужество продолжать. Пускай в новом году этого мужества хватит нам всем. Огромное спасибо всем спонсорам передачи «Военного положения» на Патреоне. Я знаю, что вы поддерживаете нас давно и стабильно. Мы это очень-очень ценим. Призываю всех подписываться тоже. Финансовая поддержка крайне важна для нашей работы. Спасибо всей большой команде, Владлену, Луасю, всем остальным ребятам за кадром. В новом году будем и дальше рассказывать для вас правду о войне. И помните, когда будете загадывать желания на Новый год, никому не рассказывайте, а то не сдохнет. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok